Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Трачанов. Вначале коротко о главных темах последних семи дней. Православные верующие отметили воскресенье Христова. Молодым семьям вручили сертификат на приобретение жилья. В Люберцах прошли окружные соревнования по волейболу. Состоялось торжественное собрание и концерт, посвященный празднику труда. Люберчанам напоминают о необходимости вакцинации животных. В Люберцах прошла школьная научно-практическая конференция. Православные верующие отметили воскресенье Христова. Торжественное богослужение прошли во всех храмах городского округа Люберцы. На пасхальной службе побывала наша съемочная группа. Праздник Святой Пасхи для православных верующих во всем мире – это чистое и великое событие – воскресенье Христова. В храм преображения Господня в Люберцах прихожане идут с миром в душе и с чувством радости бытия. Настроение замечательное, светлое, вот так, наверное, как и все православные. Хотим добра всем пожелать, вот, мира, любви. Да, Дашень? Читали молитвы, готовились к Пасхе, чтобы встретить ее как следует. Обязательно все почестимся, поздравим своих родственников, всех верующих. Еще до полуночи священник с дьяконом в алтарь относят плащаницу – полотно с изображением положения во гроб тела Христа. В 12 начинается божественная литургия. И вскоре сотни рук зажигают свечи и с ними идут в крестный ход. Шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю под звоны колоколов. С радостной вестью священнослужители и прихожане входят в храм, прославляя победу жизни над смертью. Пасхальные приветствия разносятся повсюду. Из уст настоятеля Преображенского храма верующие люберчане услышали пасхальное послание епископа Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла. Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир царствия, призывает кусить от плодов его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную. На протяжении многих лет, с тех пор, как в Люберцах был построен храм Преображения Господня, вместе с прихожанами светлый праздник Пасхи встречает и Владимир Ружицкий. Благодати Божьей, счастья, удачи каждому из вас. Христос воскресе! Благодарите на воскресе! Для тех, кто постился, можно разговляться сразу после литургии причастия. Дома прихожан ждет праздничный стол и радость близких. Торжественные службы в православных храмах будут идти всю первую неделю Пасхи, приветствуя благую весть. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Из магазина под машину. Торговые объекты, расположенные на Егорьевском шоссе, не имеют безопасного съезда. Комиссия по вопросам потребительского рынка во время рейда установила, что 70 из 80 придорожных магазинов там не имеют никаких согласований с МОС «Автодором». Вы можете существовать, если приведете в надлежащий архитектурный облик свои объекты раз и сделаете заезды вот оттуда, с парковкой там. Здесь машины не в парке должны. Безопасный съезд на Егорьевское шоссе отсутствует у 70 торговых объектов. И это при том, что трафик по магистрали 14 тысяч машин в сутки. Аварийная ситуация очевидна. Комиссия по вопросам потребительского рынка взялась навести порядок на дороге. Здесь сделан поворот на радиусе. Мало того, въезд совмещен с выездом из ГСК, пожарным выездом, который они пользуются. Внешний вид объекта, конечно, соответствует. Расстояние от полосы дороги соответствует всему. Но въезды не соответствуют нормативам, требованиям ГОСТа. Эта автомойка объект еще не совсем безнадежный. А вот большинство торговых палаток на Егорьевском шоссе предлагают своим покупателям выходить в буквальном смысле прямо на скоростную трассу. Еще один магазин расположился в здании перехода, которое принадлежит Мосавтодору. Работает он 24 часа, что тоже вызывает вопросы. Также в ходе проверки было обнаружено, что владелец подключил объект к электросети московских автодорог. И, судя по всему, за свет не платит. Мягко скажем, ворует электричество у Мосавтодора, пользуясь электричеством подземного перехода. Эту информацию мы передали представителю Мосавтодора, он у нас в комиссии, и представителю электросетей, который будет в этой ситуации разбираться, отключать и принимать штрафные санкции. В состав комиссии вошли сотрудники администрации Люберецкого района, ГИБДД, Мосавтодора и представители Росреестра. В настоящий момент ими создана классификация всех объектов мелкого сервиса, расположенных вдоль Егорьевского шоссе. Всего объектов на Егорьевском шоссе, расположенных вдоль полосы отвода, 80. Мы их поделили на несколько зон. Это красное, желтое, зеленое. Красное – это те, кто не получили никаких согласований, даже не начали процедуру. Это 70 объектов. Пять объектов – это те, которые получили согласование, и пять объектов – это те, которые приступили к процедуре согласования. Реальный результат своей работы члены комиссии смогли увидеть уже в ходе рейда. Заблокированную ими неделю назад шиномонтажную станцию демонтируют. Далее собственник будет обязан согласовывать свои действия с администрацией. В Люберцах состоял заседание Политсовета местного отделения партии «Единая Россия». Одной из ключевых тем, вынесенных на повестку дня, стало предложение кандидатуры Владимира Ружицкого на должность главы городского округа Люберцы. В начале заседания секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий вручил удостоверение 20 новым партийцам. А затем члены Политсовета перешли к обсуждению ряда вопросов. Ключевой темой стал предстоящий конкурс по отбору кандидатур на пост главы городского округа Люберцы. До 20 апреля комиссия принимает документы от претендентов на эту должность. По процедуре партийная организация имеет и другие партии полное право выдвигать кандидатов. У нас есть партия «Единая Россия», есть возможность и право выдвинуть кандидатуру от партии «Единая Россия». Единогласным решением Политсовета на должность главы городского округа предложили кандидатуру Владимира Ружицкого. А он, в свою очередь, пообещал оправдать надежды однопартийцев. 4 мая конкурсная комиссия обсудит все кандидатуры и выдвинет двух человек на рассмотрение. Окончательное решение будет принято на заседании Совета депутатов городского округа Люберцы. Люберецкий МФЦ для жителей городского округа запустил акцию «Бессмертный полк». Так, с 10 апреля по 3 мая каждый житель может обратиться в любое отделение многофункционального центра, чтобы бесплатно распечатать фотографию своего родственника-фронтовика, сделать копию снимка, изменить размер до формата А4, заламинировать его, а также сделать надпись на фотографии. Для этого заявителю нужно предоставить фото в любой МФЦ городского округа, где специалист подготовит материал в течение двух рабочих дней. После чего сотрудник сообщит по телефону о готовности услуги. Люберецкий МФЦ готов обработать не более двух разных фотографий для одного заявителя. Каждое фото распечатывается в одном экземпляре. Надо сказать, что в этом году планируется, что в акции «Бессмертный полк» примет участие более 5000 жителей городского округа. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий вручил трём молодым семьям свидетельство на получение социальных выплат. Сертификаты помогут им улучшить свои жилищные условия. Сертификаты на сумму более трёх миллионов рублей получили семьи Жариковых, Федорчук и Буслаевых. Благодаря муниципальной программе, которая действует в Люберцах с 2009 года, уже 29 молодых семей получили свидетельство о праве на социальные выплаты на сумму 31 миллион 878 тысяч рублей. Руководители предприятий, организации и учреждений просим проинформировать своих сотрудников, молодых семей, которые до 35 лет могут улучшить свои жилищные условия и в настоящее время являются нуждающими в их улучшении. Существует такая программа, и они могут активно в ней принять участие. Соответствующие средства у нас в бюджете заложены и будут закладываться в дальнейшем. Луиза Егесрен, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Наука, инновации, шаг в будущее. Под таким названием в Люберецком лицее номер 42 прошла научно-практическая конференция. В мероприятии приняли участие 105 школьников. Они представили 74 научных проекта. Уже 11-й год эта научно-практическая конференция собирает люберецких школьников и педагогов. Все они такие разные, но объединены любовью к знаниям. На торжественном открытии рассказывают о первых изобретениях человечества, показывают колесо, исполняют танец огня и поют мировой гимн студенчества. Девять секций по разным предметам – от информатики до технологии и литературы. Там были представлены самые лучшие работы школьников со всего Люберецкого округа. Ребята показали серьезный уровень. Некоторым научным трудам могут позавидовать даже студенты вузов. Вот, например, семиклассник Артем Пичугин сам сделал счетчик Гейгера – прибор для подсчета ионизирующих частиц. Энергия, которая затрачивается на ионизацию атомов газа, хотя бы частично может вернуться в атмосферу, и там ее может хватить на повторную ионизацию атомов газа, но уже атмосферную. Что-то вроде энергетического эха. Но это всего лишь гипотеза. А еще Артема, как самого настоящего ученого, который мечтает изменить мир к лучшему, интересует темой экологии. Но не на планете Земля. Мальчик смотрит шире и поднимает проблему космического мусора. Ну, любые объекты, мы же запускаем спутники в космос, но мы же их не возвращаем обратно. Они, если вышли из строя, не накапливаются там, и уже как бы вокруг Земли образован такой, можно сказать, пояс из этих обломков. Вот эта проблема меня заинтересовала. А этих юных особ интересует мода. Но дни напролет ходят они не по магазинам, а в школу. Уроки математики – самое лучшее место, чтобы обсудить последние тенденции в одежде, считают подруги. Они обнаружили, что только следуя законам геометрии, можно создать идеальную форму платья. Геометрические фигуры тела, как 7 нот музыки, создают неповторимые произведения одежды. Чтобы выступить перед конкурсным жюри, 105 школьников вместе со своими научными руководителями готовились в течение целого года. Процесс исследований курировал Центр развития образования. Наши победители и призёры будут награждены на районном празднике «Звёздочки». Им будут вручены всем дипломы победителей и призёров. А на сегодняшнем мероприятии все участники получат сертификаты участия в данной конференции. Кроме того, лучшие работы по всем секциям будут опубликованы в научном сборнике, который издаёт Центр развития образования. Яна Яковлева, Роман Саат, Идмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Новый центр активного долголетия в Малаховке не откроют до тех пор, пока строители не оборудуют достаточное количество парковочных мест. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий. На данный момент около объекта обустроено только 20 парковочных мест. По словам Владимира Ружицкого, этого количества недостаточно. Нехватка машиноместа ставит неудобства посетителям центра. Современный дом активного долголетия, который планируется открыть в ближайшее время, не будет работать, пока застройщик не решит вопрос с увеличением парковочных мест. Напомним, центр активного долголетия располагается в Малаховке на улице Константинова. Учреждение будет оказывать услуги по комплексному социальному обслуживанию людей пожилого возраста. Корпус для постоянного пребывания рассчитан на 140 человек. До самого важного праздника для нашей страны Дня Победы осталось меньше месяца. Акция «Бессмертный полк», приуроченная к этой дате, стала уже неотъемлемой частью празднования 9 мая. Исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий приглашает жителей города и в этом году присоединиться к акции. День Победы – праздник, показывающий истинное величие страны и объединяющий всех жителей России. По традиции, 9 мая состоится и акция «Бессмертный полк». Сотни тысяч россиян ежегодно принимают участие в шествии. Желающих пройти с портретом родственников участников войны с каждым годом становится все больше. Великая Отечественная война вошла в каждый дом и никого не оставила в стороне. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти 5000 люберчан. Напомним, цель акции – увековечить подвиг солдат Великой Отечественной войны и сохранить память о героизме и мужестве нашего народа. Надо сказать, что все отделения МФЦ городского округа Люберцы поддерживают акцию. И уже сейчас бесплатно сканируют, распечатывают и ламинируют портреты героев войны. Присоединиться к акции «Бессмертный полк» может каждый. Здесь нет ограничений ни по национальности, ни по возрасту. А сохранить память о бессмертных подвигах – это долг каждого. Алина Срезиддинова, телеканал ЛРТ. Сохраним мир прекрасно. В Краеведческом музее открылась выставка детских рисунков, посвященная Году экологии. Воспитанники детской школы искусств номер 3 представили на суд зрителей свои лучшие работы, которые собирались на протяжении трех лет. В детской школе искусств номер 3 не просто учитозам художественного мастерства. Здесь царит самая настоящая свобода творчества. Поэтому представленные в Краеведческом музее рисунки отличаются оригинальным подходом к самым, казалось бы, обыденным темам. В каждой нашей картине есть какой-то смысл, идея. Когда мы наши картины рисуем, мы закладываем в них эмоции. И мы надеемся, что эти эмоции передадутся зрителю. Впрочем, для этого мы и рисуем в целом. На выставке представлено более 170 работ. В год на протяжении трех лет отбирались самые лучшие произведения. Несмотря на утвержденную тему, зрители увидят несколько серий картин. Про работу полицейских и пожарных, вертолетный завод имени Миля. Про красоту окружающего нас мира. Удивляет и разнообразие жанров, портреты, натюрморты и пейзажи. Детские картины несут в себе определенную энергетику. Ребенок, он сам по себе еще невинен, честен перед миром, перед собой. Поэтому картины несут добро. То есть любой ребенок на любую тему, когда он рисует, он вкладывает только самое лучшее. И когда мы смотрим на картину, мне кажется, прямо даже ощущается какая-то энергетика. Поздравить молодых художников пришли местные знаменитости. Художник Виктор Марков и архитектор Александр Рожников. Они высоко оценили профессионализм ребят, пожелали им творческих успехов и вручили грамоты. Оценить выставку юных талантов люберчане могут ежедневно с 10 до 18.00, кроме понедельника. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Сохраним нашу историческую родину. 18 апреля в мире отмечают День памятников и исторических мест. Все мероприятия в этот день направлены на привлечение внимания общественности к вопросу сохранения и защиты всемирного культурного наследия. Ежегодно в России уничтожается до 200 памятников истории и культуры. Особняки, скульптуры, бюсты – многие из них утеряны безвозвратно. Да и те, что остались, остаются незамеченными. Или ещё хуже подвергаются актам вандализма. Хотя многие горожане прекрасно понимают – памятник – это часть истории. Не только для нас, но и будущих поколений. И относиться к нему надо соответствующе. Вы знаете, что я считаю, что к памятнику нужно относиться с низким поклоном. А большинство, мне кажется, просто равнодушно относятся. Ну, чтобы люди помнили, не забывали о своей истории, о том, что было когда-то. Мне вот вообще нравится, как красиво с ними как-то, ну, приятно по городу гулять, смотреть на памятник. Памятники для чего? Ну, как, для того, чтобы, как память. Памятник, он называется памятник, чтобы была память о том человеке, о герое или о знаменитости какой-то. С уважением, бережным. Вот, а что ещё? Как можно относиться к памятникам? Это история наша, в будущем история, настоящая. У памятников влюберчане отмечают все значимые события и праздники. 9 мая – День ввода и вывода войск в Афганистан, День космонавтики и День России. Возложение цветов к памятнику – это традиция, которая передаётся из поколения в поколение. Вот один из первых памятников в моих влюберцах – это 2000-й год, памятник воинам и националистам. В год, как минимум, наверное, 6 раз там проходят мероприятия. Памятник не просто украшает город, но выполняет свою функцию ещё и воспитательную. Это очень важно, когда именно вот такие разнообразные функции скульптурное произведение выполняет. Памятники не только украшают наш город, они позволяют нам окунуться в историю. Они рассказывают нам о тех людях и событиях, о которых нельзя забывать. Именно поэтому так важно беречь и сохранять это уникальное культурное наследие. Кристина Моносорян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В 54-й школе в Октябрьском состоялось грандиозное мероприятие, посвящённое 360-летию пожарной охраны. Школьники подготовили музыкальные представления для героев Огненного фронта, а те, в свою очередь, организовали для ребят множество интересных конкурсов. Встречи учащихся 54-й школы и сотрудников 232-й пожарно-спасательной части проходят регулярно. Ребята даже на улице узнают тех, кто круглосуточно стоит на страже пожарной безопасности. Разумеется, главная цель подобных мероприятий – предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций. Эта школа для нас, наверное, первая и единственная, в которой мы всегда приезжаем помогать по просьбе учителей, по просьбе директора, ну и сами проявляем инициативу. Дети должны как-то знать, куда позвонить, кому оповестить, сделать систему какую-то оповещение, родителям подсказать, может быть. Но нынешний концерт – это не просто формальная встреча. Больше трёх веков пожарной службы – весомый повод для праздника. Школьники подготовили для сотрудников МЧС яркие поздравления, песни, стихи и даже интеллектуальный конкурс. Пятиклассники поразили всех собравшихся своими знаниями огненных пословиц, а выпускники позаревновались в скорости одевания пожарной формы. По результатам конкурса сразу стало понятно – растёт достойная смена. Естественно, что когда человек встречается с героями, а пожарные – это герои, это оставляет отпечаток на всю долгую жизнь. И когда мы приглашаем ребят, героев к нам в классы, то дети… кто-то уже выбрал себе профессию МЧСника пожарного, кто-то только думает. Но в любом случае, безусловно, на человека влияет то, с кем ты общаешься. А с героями общаться – это почётно. Завершением мероприятия стало совместное исполнение гимна МЧС. Весь актовый зал, школьники, учителя, директора и бравые огнеборцы 232-й пожарно-спасательной части спели песню о бравой молодости. В соседнем с Люберцами городе Латкарина выявили случай заболевания бешенством дикой лисицы. Специалисты ветеринарной службы призывают граждан предпринять необходимые профилактические меры. В Люберцах эпизоотическая ситуация по бешенству остаётся спокойной. В последнее время в городском округе это заболевание не выявлялось. По словам специалистов, во многом это заслуга владельцев домашних животных. Люди стали осознавать, что ежегодная вакцинация – это гарантия безопасности. Те, кто у нас уже единожды побывал, оставляют свои контактные данные. Мы их обзваниваем ежегодно, стараемся доносить информацию. В последнее время население стало активнее. То есть люди уже понимают, начинают, что отвечают не только за себя, за своих родственников, но и за своих питомцев. Бешенство – одно из тех заболеваний, которое несёт угрозу жизни не только самому животному, но и человеку. Смертельный недуг может передаваться через укусы и рваные раны, нанесённые больным животным. В Московской области основными источниками вируса бешенства являются дикие хищники. Недавно в Лыткаре не обнаружили заражённую лисицу. Это дикое животное, которое проявило в населённом пункте пригрозы знаки агрессии. И охотнику пришлось её пристрелить, это животное. И при отборе нашими специалистами были отобраны пробы, направлены в лабораторию. И в лаборатории выявлено, что животное было больное. Это было бешенство. Однако для того, чтобы обезопасить себя и близких от смертельного заболевания, недостаточно делать вакцинации домашним питомцам. Сотрудники ветеринарной службы призывают соблюдать элементарные правила – не брать в руки бездомных животных и не забирать домой лесных обитателей. В детских садах города Люберце стартовал интеллектуальный марафон «Знайка». С дошкольниками проводят занятия по русскому и математике, а также занимаются творчеством, лепкой, аппликацией и рисованием. Интеллектуальный марафон «Знайка» направлен на выявление самых умных и талантливых ребят. В результате тестов и выполнения заданий, которые проходят в игровой форме, определяются самые эрудированные малыши. Однако за время проведения конкурса активная работа проводится со всей группой. Выявляются сильные и слабые стороны дошкольников, определяются способы дальнейшего обучения. Ведь самое главное в учебе – это заинтересованность и мотивация самого ребенка. У нас наглядного материала достаточно много, и мы можем позволить себе проводить полноценное занятие с детьми именно таким образом, что они быстро все схватывают, быстро все усваивают. Занятия во время марафона не сильно отличаются от обычных будней детей. Это те же русские математика, рисование и лепка, ролевые игры. Самое интересное – наблюдать за тем, как ребята размышляют в поисках правильного ответа и как интересно объясняют смысл предмета. Даже обычные занятия по развитию речи. Так можно научиться разговаривать полным ответом. Ну и когда будешь взрослым, то можно хорошо отвечать на все вопросы. Отвечать на все вопросы – это, пожалуй, главное, чему дети учатся во время марафона. Ведь у маленького ребенка бесконечное количество вопросов, и такие мероприятия позволяют дать ответы хотя бы на некоторые из них. Яна Яковлева, Кристина Моносорян и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Теперь я музыкант. Так могут сказать о себе первоклашки из хоровой студии «Юность» Дворца детского и юношеского творчества. Торжественное посвящение в начинающие артисты прошло с песнями и стихами перед полным залом зрителей, перед родителями, педагогами и старшими товарищами. Последние минуты репетиции. Учителя волнуются, родители уже где-то на подходе. Для этих первоклашек сегодня особенный день – посвящение в музыканты. Со всей серьезностью к моменту отнеслись их товарищи по хору – третиклассники. Будут выступать вместе с ними и поддерживать, ведь когда-то сами проходили эту церемонию. Было очень болотно, когда подходили, вручали грамоты, еще прикалывали значки. Это было очень страшно, но это очень весело было. И вот зал уже наполняется зрителями. Маленьким артистам есть что им показать. В хоровой студии «Юность» на базе Дворца детского и юношеского творчества они занимаются уже восемь месяцев. Кто сказал, что школа – это не игра? Кроме пения, в студии еще изучают сольфеджио, музыкальную литературу, осваивают фортепиано и гитару, учатся выступать на сцене. Участвуем в различных конкурсах, готовим праздники для родителей, концерты, участвуем в жизни школы. Недавно ребята участвовали в московском областном конкурсе и заняли второе место. Дин-дон, 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 дин-дон. Напутственные слова от педагогов и директора Дворца детского и юношеского творчества. Затем испытания от сказочной Бабы-Яги. И торжественный момент настал. Ребята получают заветные значки юных музыкантов. Теперь они настоящие артисты. И впереди у них большой творческий путь. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. В московском областном центре охраны материнства и детства состоялась показная тренировка по действиям руководства и персонала в условиях техногенной и чрезвычайной ситуации. Мероприятие включило в себя теоретическую и практическую части. Московский областной центр охраны материнства и детства выбрали в качестве площадки для проведения тренинга не случайно. Во время рождественских праздников медицинские учреждения города Люберцы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Авария на электростанции оставила без электричества весь городской округ. Руководители и персонал провели в этот день слаженную работу. Благодаря грамотным действиям никто из пациентов не пострадал. Теперь люберецким врачам есть чем поделиться с коллегами, которые приехали на учения из различных городов Московской области. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, конечно, самое главное – это действия персонала. Это то, что персонал четко должен знать, что он будет делать, как он будет делать, в какой последовательности и когда, для того, чтобы можно было спасти всех наших пациентов и, естественно, спасти персонал. Для того, чтобы наглядно показать коллегам, как нужно действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, сотрудники центра подготовили фильм, в котором подробно показаны действия персонала внутри больницы. После того, как произошла эвакуация пациентов, в обязательном порядке идёт осмотр всех помещений, чтобы, не дай бог, не остался ни один ребёнок, и происходит эвакуация пациентов. А действия медицинских работников уже за пределами больницы показали в реальности. По легенде, на третьем этаже стационара произошло задымление. После эвакуации пациентов заведующие отделениями докладывают о проделанной работе. 24 пациента эвакуированы в Дзержинскую городскую больницу. Весь медперсонал покинул отделение, все помещения отделения свободны. В это время сотрудники МЧС выводят двух пациентов, которые остались в другом отделении. Пострадавшего забирает карета медицины катастроф. В результате слаженной работы всех структур помещение больницы полностью освобождается. Центр охраны материнства и детства выполнил полностью, очень хорошо, то поручение, которое было сделано министром здравоохранения Московской области. Сегодняшнее мероприятие прошло всё отслажено. Все временные сроки по эвакуации были соблюдены. Подобные учения прошли в Московской области впервые. Министерство здравоохранения поставило задачу. Мероприятие должно проводиться ежегодно в различных больницах региона. На этой неделе в России отметили День ветеранов МВД. Наша съёмочная группа побывала в Музее истории Люберецкой милиции и узнала о династии Балка. Уже третье поколение этой семьи посвящает жизнь работе в органах внутренних дел. История Люберецкого УВД богата именами сотрудников, которые в разные годы достойно несли службу на благо Отечества. В этом можно убедиться, посетив Музей истории милиции. Здесь собраны фотографии тех, кого уже нет в живых, но кто оставил после себя неизгладимый след. Одним из таких людей является Павел Балка. В послевоенное время он прослужил в Люберецком УВД 28 лет, 6 месяцев и 16 дней. Прошёл путь от сержанта до старшины милиции. Он охранял банк Люберецкий. На тот период времени был всего-то один, может быть, два банка на территории Люберецкого района. А затем, в последнее его место работы, он уже выполнял задачу по охране в изоляторе временного содержания. Это людей, куда арестовывают за совершение преступления. Это вот наш изолятор, он здесь находится, в здании Люберецкого управления внутренних дел. И вот в тот период, в 1974 году по 1976 год, я был инспектором уголовного розыска Томильевского городского милиции. И когда здесь приезжали работать с подозреваемыми, то всегда к нему обращались как к старому человеку, к старому товарищу по работе. Вот он нам давал дельные советы. Павел Фёдорович внёс неоценимый вклад не только в историю Люберецкой милиции, но и в целом всей страны. Во время Великой Отечественной войны он охранял немецких военнопленных, которые строили разрушенные дороги и мосты. Награждён медалью за боевые заслуги. Имя Павла Балко увековечено на мемориале, установленном на территории Межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». Здесь золотыми буквами выбиты фамилии 86 сотрудников – участников Великой Отечественной войны. Мы про этих сотрудников, которые нам передавали свой опыт, помним, их чтим. 22 июня – это день памяти и скорби. Мы собираемся, часть ветеранов, берём молодых сотрудников полиции, чтобы они видели, какая преемственность поколений. И мы от этого никуда не уходим, то есть передаём то же самое. Дело Павла Фёдоровича продолжают его потомки. Дочь и внучка ветерана МВД пошли по его стопам и также посвятили свою жизнь работе в органах внутренних дел. Возможно, и последующие наследники династии будут работать в этой сфере. И богатый опыт, и профессионализм Павла Балко будет передаваться из поколения в поколение. Луиза Егязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершились окружные соревнования по волейболу среди старшеклассников. В состязании принимало участие 16 команд. В финальной игре за первое место боролись 4 школы городского округа. 19-я, 47-я, 43-я и 9-я. Воспитанники этих школ вышли в финал. Несмотря на то, что большинство спортсменов занимаются волейболом только в рамках уроков физкультуры, на протяжении турнира они показали отличные результаты. Уровень волейбола в последние годы вообще вырос по Люберецкому району. И теперь, чтобы выйти в финал, ну, это должен быть уже очень приличный уровень игры у ребят. Сами участники уверены, главное – это работа в команде. Все-таки волейбол – это не только динамика и быстрая реакция, но и стратегия, взаимовыручка, безусловное стремление к победе. В первую очередь должна быть игра в команде. Разыгрывать надо на троих. Кто играет сам, обычно проигрывает. Ну и, наверное, спокойствие. По итогам соревнований лучшей стала команда 47-й школы. 43-я гимназия завоевала второе место. Почетная бронза у 19-й школы. Анна Троян, Кристина Моносорян и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. В администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберце. Народные избранники утвердили списки постоянных депутатских комиссий, а также обсудили порядок выдачи компенсаций на осуществление своих полномочий. В начале заседания председатель Совета депутатов Сергей Антонов вручил исполняющему обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимиру Ружицкому почетный знак за особые заслуги в развитии местного самоуправления. Спасибо. В данном случае можно сказать только одно. Служу в Люберецком районе. Далее народные избранники приступили к работе. Первым вопросом, вынесенным на повестку дня, стало утверждение состава шести постоянных депутатских комиссий. По словам Сергея Антонова, при распределении обязанностей учитывались пожелания депутатов. Сформировали постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта в следующем составе. Азизов Панеткискирныч, Бадаев Ренат Искандерович, Бызов Василий Аркадьевич, Губин Вячеслав Вячеславович, Климанов Александр Александрович, Мельник Татьяна Николаевна, Непомнящий Сергей Владимирович, Симоненко Алексей Алексеевич, Скисова Наталья Геннадьевна, Фомичева Барен Александрович. На заседании также обсудили порядок компенсационных выплат, связанных с расходами, на занятия депутатской деятельностью. Кроме того, народные избранники рассмотрели положение о передаче имущества пяти городских поселений в муниципальную собственность городского округа Люберцы. Документ, который на сегодня представлен вам, необходим для работы ликвидационных комиссий, так как он прописывает порядок деятельности ликвидационных комиссий в части принятия и передачи имущества ликвидируемых лиц администрации городского округа Люберцы, поскольку все имущество и денежные средства должны быть переданы органам местного самоуправления городского округа Люберцы. В Люберцах стартовал конкурс по выбору герба, флага и гимна городского округа. Единогласным решением депутатов было утверждено положение о его проведении. Заявки и материалы начнут приниматься с 21 апреля. Итоги конкурса подведут 25 мая, а уже на следующий день будет известен его результат. Анна Троян, Луиза Егизарян и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В преддверии субботника Госадмотехноотзор проверил состояние территории, на которой чаще всего поступают жалобы от жителей городского округа. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений, на которые стоит обратить внимание собственникам организаций, отвечающих за данную местность. Первым местом, которое попало в объектив фотоаппаратов сотрудников Госадмотехноотзора, стала территория филиала южных электрических сетей. Вдоль забора бутылки, бумага, рванные пакеты. Картина, мягко говоря, не самая приятная. За подобное состояние ответственность понесет МОС «Облэнерго». При назначении административных мер, административного воздействия, мы смотрим по тому состоянию, насколько территория замусорена, находится в ненадлежащем состоянии. В зависимости от кубатуры, от состава мусора, назначается конкретная статья закона Московской области, кодекс Московской области об административных правонарушениях. К сожалению, в Люберцах множество примеров замусоренности территории. И если на Котельнической это легкий беспорядок, то проезд вблизи Смирновской уже давно похож на свалку. Строительный и бытовой мусор, бутылки, автомобильные шины и битое стекло. Об этой местности говорили на минувшей планерке в администрации. Хозяйствующим организациям было поручено привести эту территорию в порядок. К сожалению, таких проблемных мест на территории Люберецкого района хватает. Нерадивыми пользователями, лицами, которые не хотят фактически вывозить мусор на полигоны и сбрасывают мусор там, с грузового автотранспорта, где им это удобно. Таким образом, за состояние городского округа должны отвечать не только организации, но и сами жители. Ведь такие навалы мусора формируются за счет регулярного сброса отходов, который уничтожает не только эстетичный вид города, но и окружающую среду. На следующей неделе сотрудники Госадмтехнадзора произведут повторную проверку территории. Если мусор останется на прежнем месте, хозяйствующим организациям будут приняты меры административного воздействия. Кристина Манасарян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили тамилинские дачники в СНТ «Ручеек». Неразорвавшаяся немецкая мина с радиусом поражения 700 метров пролежала в пойме ручья порядка 75 лет и могла сдетонировать при любой попытке сдвинуть ее с места. Бдительность тамилинцев помогла избежать печальных последствий. В минувшую субботу в товариществе «Ручеек» был обнаружен боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Во время субботника жители поселка убирали территорию от сухой листвы и мусора. В том числе они не обделили вниманием и речку Люберку, в пойме которой и была обнаружена такая опасная находка. Так, это было вот здесь, под вербой. Вот это местечко, да. Вот она здесь лежала, причем вот этой сухой листвой. У нас проходил очередной субботник, плановый в СНТ «Ручеек». И мы, все жители ручейка, получается, вышли на субботник. И разгребая берега речки Люберкета, или обнаружили непонятный объект. То есть мы наткнулись, он был как бы на поверхности, не зарыт, ничего. Наталья, которая сперва решила, что перед ней обычный мусор, прикрытый листвой, граблями потянула его на себя. И как только снаряд показался полностью, она сразу же позвала на помощь. Поняв, что здесь присутствие специалистов необходимо, председатель товарищества позвонил по номеру 112. Все оперативные службы приехали незамедлительно и оцепили территорию. Председатель СНТ «Ручеек» о том, что при уборке они обнаружили снаряд, похожий на минометный. Похожий, ну, предмет, похожий на снаряд минометный Великой Отечественной войны. И, соответственно, сразу выехали вот... Да, мы передали все это спасателям, оперативным дежурным по городу, полицию. Снаряд оказался немецким боевым 81-го калибра с радиусом поражения 700 метров. Взрывотехники вывезли снаряд, как только определили место, где можно будет его обезвредить. Сегодня на плановом совещании в Люберецкой администрации Павел Иванов доложил о произошедшем, указав, что в течение дня снаряд будет уничтожен. И второй минометный снаряд времен Великой Отечественной войны немецких был обнаружен 15 апреля. На территории СНТ «Ручеек» создаводы при проведении субботника обнаружили этот снаряд. На данный момент он вывезен в безопасное место. Производится его круглосуточная охрана. И сегодня, в течение дня, силами, также ПСО-22 он будет уничтожен. Товарищество «Ручеек» существует примерно 30 лет. Местные жители постоянно выходят на субботники и сейчас пребывают в состоянии легкого шока. Говорят, единственное хорошо, что дети не нашли. В городском округе Люберца прошли ежегодные торжественные мероприятия, посвященные Дню труда. По традиции в администрации чествовали лучших сотрудников предприятий и представителей трудовых династий. На праздники побывал и наш корреспондент. «Я врачом, наверное, буду. Стану я лечить людей. Буду ездить обообсюду и спасать больных детей». То, что юные люберчане уже определили с будущей профессией, видно по их рисункам, выставленным в фойе актового зала. Работы на темы «Моя будущая профессия» и «Мир глазами детей» оценил Владимир Ужицкий. «Это коллективная работа, то есть это маленькие детки, которые каждый делает по морковке, садить на целый огород, все вместе». А для взрослых, которые уже давно выбрали профессию и посвятили свою жизнь труду, организовали праздничный концерт. Более 80 человек получили за свой профессионализм награды и благодарственные письма. Они представляют различные организации, занимают различные должности, но все по праву считаются гордостью городского округа Люберцы. «Искренне я хотел бы пожелать всем нашим труженикам и добра, и здоровья, и благополучия, и, конечно, достойной заработной платы. Но самое главное в нынешних современных условиях – это мира. Мира, мира, мира. Все остальное, я думаю, наши труженики решат. С праздником!» Депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско также присоединился к поздравлениям. Он вручил виновникам торжества награды регионального законодательного собрания. За бесценный вклад в развитие средств массовой информации и высокий профессионализм такой награды удостоился коллектив телеканала ЛРТ. «Это наша общая награда, потому что телевизионный продукт невозможно сделать одному человеку. Над ним трудится целый большой коллектив. Поэтому это наш большой вклад, это наша хорошая награда, которую мы заслужили все». Торжественное собрание сопровождалось красочными выступлениями творческих коллективов. Молодые музыканты и хореографы порадовали гостей своими талантами. «Свою я на рябанке и ритане, стоя на голове, стоя на ноге, но только что со мною пели друзья, без них мне никак нельзя». Луизия Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Пасхальный фестиваль «Радость светлой Пасхи» продолжает свою работу. Во Дворце детского и юношеского творчества проходят уроки, на которых школьники своими руками делают красочные поделки. Как за 10 минут нарисовать вербину терморт гуашью, слепить из пластилина символ мудрости сову или в технике бумагопластика смастерить пасхальные сувениры. Всему этому научат педагоги Дворца детского и юношеского творчества. В рамках пасхального фестиваля они проводят для школьников различные мастер-классы. Оказывается, даже уголь можно использовать как рисовальный материал, которым художники творили ещё в древности. «В данном случае покрывается альбомный лист данным углём. Вот он, рисовальный уголь у нас такой. И на полученной поверхности дети с помощью ластика выполняют определённое изображение». Мария и Дарья мечтают связать свою жизнь с творчеством. В планах у сестёр Сидориных поступление в художественную школу. А пока девочки с удовольствием получают знания от старших наставников. Посетив выставку, приуроченную к фестивалю, где представлено более 300 работ, они приняли решение в следующий раз обязательно в ней поучаствовать. «Мне понравилась эта выставка, потому что тут очень много работ детей, моих сверстников, даже младше меня, и они так хорошо делают эти поделки». «Детей, которые достаточно креативные, у которых хорошо развита фантазия, которые могут сделать что-то своими руками». Конкурс-выставка действительно заслуживает внимания. Здесь представлено множество подделок и сувениров в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Бисероплетение, бумагопластика, художественная роспись, декупаж, квилинг и других. Все работы выполнены исключительно руками детей. «Самое главное, чтобы наши дети знали культуру и росли в этих традициях, почитали, а введённые наши мастер-классы как раз готовят к тому, чтобы детки могли это всё сделать своими руками». Фестиваль завершится в конце месяца, а 28 апреля жюри подведёт итоги и наградит всех победителей выставки. На следующий год организаторы планируют сделать мероприятие более масштабным и провести в его рамках фотоконкурс и фестиваль хоровых коллективов. Ирина Болкова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». В этот раз наши корреспонденты узнавали у люберчан, как они справляются с депрессией, вызванной нехваткой солнечного света и весенним авитаминозом. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Вот даже в апреле и то холодно. А между тем людям не хватает солнечного света и витамина D. Начинается сезонная депрессия. Давайте узнаем у люберчан, как они с ней справляются и где ищут хорошее настроение. Я занимаюсь любимым делом, у меня настроение под этим поднимается. Музыка, чтение книг. Просмотр сериалов, в конце концов. Все помогает по чуть-чуть. Хожу на танцы, отвлекаю себя как-то. Ну, повеселее становится, что ли, несмотря на плохую погоду. Знаете, я многодетная мама, поэтому мне всегда весело. Мне нету просто времени на депрессию, мне приходится возить в кружки в школы многочисленные. Вот, поэтому некогда скучать. Так как я была на диете, мне шоколад нельзя было. Ну, в основном, конечно, сладким. Кушаю шоколад, всякие разные пироженки. Я не знаю, что сказать, я бы мог пошутить там что-нибудь. Но вы потом это покажете по новостям. Не знаю, мне некогда. У меня никакой депрессии нет, я занята, работаю. Не знаю, что вам, какие советы дать. Можно посидеть дома в соцсетях, пообщаться с кем-нибудь, чтобы провести просто как-то время. Еще заниматься спортом. Спорт очень хорошо помогает от депрессии. Можно депрессняк вместе отмечать. Как мы сейчас знаем. Да. Надеяться, что будет солнышко, витамин D. И думать только о хорошем, что нас ждет море, отдых. Особенно молодежи. Итак, наш опрос показал, что хорошее настроение прячется в простых вещах. В близких людях, в любимом деле, в планах на будущее, которое уж рано или поздно будет теплым и солнечным. И там уж абсолютно точно не будет места депрессии. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Такую мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберца есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну а пока я, Сергей Тарачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.